всем привет если вы хотите узнать что-то интересное значит вы со мной на правильном канале помните ли вы вкус нарезного батона который готовили еще во времена советского союза мало кто из детей по пути из магазина домой мог донести целый этот хлебобулочный батон обязательно нужно было съесть горбушку самую лакомую часть и уже дома необходимо было бегом пока никто из взрослых не видит достать банку с вареньем и жирно намазать небрежно отрезанный кусок воздушной хлебной мякоти с молочным привкусом во времена когда в доме не оставалось ни капли варенья можно было исхитрить и макнуть ломтик батона в воду и затем посыпать его сахаром и втихаря съесть как же дороги такие воспоминания и так поговорим сегодня о советском хлебе сожалению сегодняшние дети не могут попробовать тот нарезной батон вкус которого знаком многим взрослым и все из-за смены рецептуры и технологии приготовления в советском в советское время весь хлеб вырабатывался по гостам существовали даже специальные сборники в которых было поэтапно расписано как готовить нарезной батон у производителей не было ни малейшей возможности отклониться от стандарта главный технологический момент приготовления хлеба на опаре сначала сначала из большой части муки где-то 60 процентов от нужного количества дрожжи и воды готовили опару далее следовал долгий процесс брожения около четырех часов когда опара была готова к ней добавляли остальные количество остальное количество муки маргарин и сахар затем следовало еще один это брожение около полутора часов сложно представить но в общей сложности на приготовление одного нарезного батона уходило около семи часов сегодняшним производителям не выгодно тратить столько времени на приготовление хлеба да и большинство технологических линий не предоставляет возможности ставить опары зачастую батон изготовляет по ускоренной технологии сократив время приготовления до трех также на качество хлеба повлияло то что многие нынешние производители перестали использовать маргарин вследствие чего нарезной батон потерял свой ярко выраженный молочный вкус помимо этого очень важно какой печи был приготовлен хлеб раньше него выпекали в газовых духовках получая при этом тончайшую икорку и мелко пористую структуру мякиша сегодня же большинство печей для приготовления хлеба электрические из-за этого страдает качество хлеба так как корочка получается сильно подсушенная также раньше никто не упаковывал хлеб ведь все знали что срок его хранения не может превышать 24 часа сегодня же запакованный хлеб стоит на прилавках магазинах до 120 часов вот и получается что нынешний хлеб сильно отличается от того что был 30-40 лет тому назад а вы помните еще его вкус ну что же на этом у меня все более детальной информации если нашем сайте так что подписывайтесь раскидывайте это видео вашим друзьям и близким и конечно же если вы помните вкус этого батона с вас пожалуйста лайк не забудьте нажать на колокольчик всего вам самого хорошего услышимся